Приветствую вас! Самое интересное в вашем тексте то, что вы не задаёте своего вопроса. То есть вы написали текст, как бы сказали о том, что вас волнует, что вас беспокоит, что вас колышет, но при этом вы не задаёте никакого вопроса. И вот то, что вы не задаёте никакого вопроса, говорит о некой инфантильности вашего характера, о некой инфантильности вашей личности и о нежелании брать на себя ответственность. Собственно, с ответственности вопрос и нужно поднимать. Собственно, с ответственности и нужно начинать делать всё то, что вы делаете. То есть за что я отвечаю на 100% и по какой причине я хочу казаться, а не быть. Это первое. Второе. Второе. Это то, что вы очевидно, ну, я бы сказал так. Живёте без радости. Вот. Вы живёте без радости, с чувствами, но без радости. То есть искренне вы, вероятно, ни одним делом не занимаетесь. По мне, так вы даже благотворительный фонд основали из-за чувства вины. Такое вот гигантское у вас чувство вины, что протимулировало вас создать фонд. И всё бы ничего, и слава богу, что вы его создали. Но проблема в том, что это вам вредит. То есть вы готовы, но только через деятельность для других действовать в ущерб себе, что даже, собственно, вредит своему здоровью и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Собственно, сердце ваше, оно болит по такой же причине, по той же причине. Вы живёте без радости. То есть вы не принимаете себя. Вполне вероятно, что из-за инвалидности вы не воспринимаете себя, и считаете себя недостойным, хочешь хуже других и так далее. Вот. И, соответственно, из-за этого вы не считаете, в глубине души не считаете, что сами можете что-то освоить, сами можете что-то сделать. Вот. Ибо, парадоксально, но факт, да, благотворительность — это, в общем-то, один большой комплекс, комплекс вины. То есть благотворительность, понятное дело, это полезная вещь, но благотворительностью могут заниматься только те, у кого действительно очень много денег, а ваш фонд живёт за ваш счёт, что говорит о личном интересе и, соответственно, личном значении этой самой благотворительности, что ни в коем случае не может быть, ну, делом самим по себе, да? Вот. Либо благотворительность — это бизнес, благотворительность должна быть бизнесом, благотворительность имеет право быть бизнесом, ну, потому что все хотят получать вознаградение за свой труд. Я полагаю, что это нормально. Вот. То есть вы говорите, что вот без денег, да, никому неинтересно тратить своё время. Ну так правильно? Правильно, у людей должен быть стимул. И, вероятно, имея собственный постоянный стимул что-либо делать, что вы вместе с этим вот как раз таки стимулов у других людей не принимаете, либо не признаёте, либо что-то ещё. То есть здесь, мне кажется, ну вот на это нужно обратить самое пристальное внимание. Вот. Соответственно, вы пишите, у вас была девочка, сделали ей предложение, она согласилась, через 103 дня отказалась. Это тоже травма, а здесь нужно, опять же, более подробно разобраться, чтобы, ну, в общем-то, перестать считать, что дело в вас. То есть здесь дело, конечно, в вас, но девочка, девочка отказала вам не потому, что вы какой-то не такой, а потому, как вы себя поставили, и как вы, собственно, взаимодействовали с этой девочкой. Ну и рискну предположить, что человек, который принимает предложение, а потом через три дня отказывается, это не самый серьёзный человек. И, в общем-то, я полагаю, что выбрать такого не серьёзного человека тоже не случайно. Дальше. По поводу того, что никогда никому не жалуйтесь. Вот. Здесь, вот, значит, ну, здесь, в том, что касается того, что вы никогда никому не жалуетесь, здесь, в общем-то, есть довольно серьёзная трудность. Да? Какая? Тем, что в том, что вы всё держите в себе. В силу того, что, может, ну, в силу того, что вы не можете отреагировать какие-то вещи. Ну, т.е. не можете снять напряжение. Вот. И не проговариваете его, это самое напряжение. Оно у вас копится, и в итоге выливается, вот, собственно, в заболевание. Ну, вот. Что, в общем-то, является для вас критическим. Поэтому здесь либо искать возможность для отреагирования, либо, значит, ну, либо проговаривать, выговаривать. Вот. Ну, и, значит, что ещё хочется сказать, это то, что вы, не принимая себя, построили все свои отношения, весь свой мир на лжи. Вот. И, в принципе, я думаю, что сейчас, сейчас, на данный момент, пока вы не освоите никакой профессии, пусть всё так и будет. Пусть всё так и будет. Но. Вам нужно отпустить фонд. То есть, не оставлять идею благотворительности. Вот. Но, вернитесь к ней позже. Лет так, сорок. Никто двадцать пять лет, а фонд не основывает. Ну, это если вам двадцать пять лет, а так-то я почему-то подумал, что вам больше. Вот. Вернитесь к идее благотворительности позже, когда вы сможете без ущерба для себя этим заниматься. Потому что сейчас это не благотворительность, а это жертва. Вы жертвуете собой. И, у жертвенности есть, по сути дела, вторичная выгода. Вот. Подумайте. Какова ваша выгода от того, что фонд живёт за ваш счёт. Я уверен, это выгода есть. Как я уверен и то, что выгода есть от того, что у вас болит сердце, что вы никому не говорите об этом. Как выгода есть от того, что вы стали меньше встречаться с девушкой, и сейчас вам хочется счастья для неё. То есть, у такой позиции, что вы стали общаться с ней после того, как она отказалась, ну, продолжили общаться с ней. Эта позиция имеет выгоду. Какая выгода? Может быть, внутреннее желание доказать, что вы сегодня достигли, что вы старались делать, значит, ну, вы старались что-то делать, да? Вот. И в итоге это либо не получилось, либо не оценили. То есть, по сути, это игра в эфир, я же старался, да? А, значит, а есть вот то, что вы делали, что-то вы старались, то что-то вы, значит, припринимали, а всё это в итоге соскуда нет. Да? Да? И если это вторичные выгоды, возможно, в том, чтобы доказать, что на брани на что вы всё равно ничего не добьётесь. Возможно, в чём-то ещё. Вот. Вторичные выгоды нужно искать. Далее. Что я заметил ещё в вашем тексте, это то, что вы склонны в некоторой степени, ну, думается мне, к эпопазию, к драматизации. Вот. Если только то, что вы повторили заголовок в начале и в конце, не является совпадением. Мне кажется, совпадением не является, потому что этот остальной текст мы написали достаточно грамотно и хорошо. Вот. Соответственно, я думаю, что это есть такой вот некий стиль, в котором вы решили написать своё, ну, описать своё состояние. И это потребность к драматизации, это тоже способ такой значимости. То есть, вот так вы проявляете свою значимость драматизации. И это на самом деле очень завлекает. То есть, это завлекает, это даёт ощущение, что вы несчастный, это даёт ощущение, что вы в трудном положении и, соответственно, судя по всему, вы наслаждаетесь тем, что вот это происходит. Наслаждаетесь. Вот. Почему вы наслаждаетесь этим, да? Как, как вы пришли к этому? Это уже вопрос. Вопрос другой. То есть, я думаю, что, я думаю, что вопрос наслаждения связан с тем, что куда-то энергию свою опять же вкладывать нужно, а вы вкладываете эту, свою энергию в, вот, получение такого мазохистического удовольствия. Вот. Ну, соответственно, мазохист это человек, который получал внимание только когда ему плохо. Либо, либо, как в вашем случае, возможно, всего внимания вы получаете потому, что вам плохо. Ну, по мнению других людей. Либо в детстве точно. Всё. Ну, если вы инвалид с детства, то в детстве точно вы получали, значит, много внимания к себе только потому, что вы, ну, это вам было плохо, по мнению других. И вот так вы и приучились получать удовольствие от негатива. От этого нужно исходить, от этого нужно отходить и позволить себе принять внимание других людей просто так. Вот просто так. Не по тому, что вы что-то делаете для кого-либо, а просто так. Просто там свой. Такой, какой вы есть. Вот. То есть перестаньте за счёт добра для других стараться быть значимым. Вот. Не нужно. Не нужно. Это вас обесценивает, а не возвеличивает. Поэтому отходите от этой позиции. Ну, естественно, что сами вы сделать это вряд ли сможете. Вот. С этим нужно работать. Но для начала, мне думается, выговориться, высказать все свои жалобы, все свои вообще переживания. Всё это нужно вот для начала. Потому что чувствуется, что, ну, вот, как бы, есть у вас недоговорённость. Вы вроде бы начали рассказывать, да, про то, что, фунд вас, про то, что, значит, ну, не устроил вас, то, что с профессии получилось так вот, да. Вот здесь как-то сказалось бы, вот вы пишите, я всю жизнь нанимаю дизайнеров на проекты к клиентам. Вот. Если вы хотите быть дизайнером, почему вы сами дизайнером не стали? Да. Это первое. А далее вы говорите про фонд. Ну про фонд я сказал. Тут, вы говорите, ещё девушка у меня была. Знаете, как собираете весь негатив. Вот. Это уход. Это уход от ответственности и нежелания анализировать. То есть ваше состояние, когда ничего не хочется, это просто защита. Это защита от, ну, от ответственности. Потому что в вашей жизни пора что-то менять. Вы менять не хотите. И отсюда вот такое состояние. Здравствуйте с меня. Просто вытеснили все свои желаницы. А какой смысл хотеть, если ничего не получается, да? Вот и всё. Это проще. Это проще, чем что-то делать. Но это не по-взрослому. А вот. Это не по-взрослому. И, соответственно, я думаю, что вам нужно менять свой мировоззренческий подход к жизни. То есть нужно менять экзистенциальную позицию. Нужно прорабатывать и переструктурировать свою позицию по отношению к другим людям, да? Социальную. Вот. Нужно обновить ваше представление о себе как о мужчине. Вот. И, собственно, пользоваться тем, что есть, а не тем, что могло бы быть. Вот. Опять же, я не знаю, сколько лет вам, но если девочка отказала вам в 25 лет, то я не думаю, что это была та девочка, с которой вы могли бы прожить счастливую жизнь. Потому что она вам отказала. То есть отказа на проверку. Вот. Еще мне очень интересует, как вы воспринимаете ошибку, ну, любую ошибку и неудачу. Это мне тоже очень, очень важно. Вот. Значит, на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас дополнительные вопросы остались, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Вот. Значит, вам нужно обратиться к врачу для диагностирования у вас какого-либо заболевания. Да? Вот. Прилечиться, если нужно. Обратиться к психотерапевту, либо к психиатру для диагностики депрессии, если такова имеется. Вот. И после к психологу для работы, значит, уже над теми качествами, над теми моментами, которые я сказал. Вот. Начинаю с детства, которое у вас, безусловно, было тем еще. Вот. И заканчиваю всем остальным. То есть корректирование себя, своей позиции в жизни, вот это все. Принятие себя, это, значит, первостепенная задача. Вот. Так что обращайтесь. Вот. Всего вам самого доброго и удачи.